Здравствуйте, меня Алик зовут, я из Саратовом, и с братом Рафиком немножко торгуем на рынке овощи, фрукты, я все очень хорошо знаю, все разбираюсь в политике, экономике, все читаю, у меня жена Этери есть, она мне вопросы задает постоянно, что ты меня спросил последний раз? Алик, я слыхала, что Набиулина выступала и сказала, что запасы в России заканчиваются. Все, 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 не кричи, ну не шуми, да, вот это сегодня выступала Эльвира Набиулина, глава Центробанка, перед депутатиками этими, и она сказала им вот буквально следующее, я даже распечатал вот эти слова, у меня есть они, прочитаю голосом Этери, по-женски, ну Эльвира же женщина, да? Эльвира сказала, период, когда экономика может жить на запасах, конечен, и уже во втором начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса, наша экономика вступает в непростой период структурных измерений, связанных с санкциями, санкции в первую очередь оказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике. Да, в каждом российском чиновнике у него, в нем проснулся такой, знаешь, поэт-романист, они все больше изъясняются такими литературными тропами, аллюзиями, метафорами, реминесценциями, хотя, как говорил Онти Пилат, все это можно сказать коротко, одним словом, нас ждет, а не вот эта структурная трансформация и все остальное. Что будет? Короче, ребятки, вы Алика послушайте. Этот мир подчиняется незаконам лирики, как бы кому-то не хотелось, он подчиняется законам физики. Основной закон физики гласит, что ни один объект, ни одна система не могут существовать автономно сами по себе только за счет внутренних параметров. Эти параметры как раз таки и формируются посредством измерения со стороны внешней среды, со стороны условий. Система Владимира Владимировича могла существовать, вот ту, что мы знаем, из холуев, пропагандонов, раболепного парламентика, всех уровней парламентиков, из послушного народишки. Только когда внешняя среда и условия были, скажем так, ну, зибко, но стабильными. Если через два-три месяца, а это совершенно точно, нас ждет структурная трансформация или просто, то и эта система существовать в прежнем виде больше не сможет. И вполне, что и сам Владимир Владимирович больше существовать как президент тоже не сможет.